Пам-пам, у микрофона Карина. Сегодня хочу рассказать об игре Pirates Gold, которая вышла на Sega Mega Drive. Игра начинается с того, что наш герой решает замочить неугодного ему капитана. Упс, это не то. Игра начинается с меню, в котором нам предлагают либо начать новую игру, либо загрузить не совсем новую. При выборе первого варианта нам предлагают выбрать исторический период, в котором будет действовать наш герой. А вот теперь о неугодных капитанах. Игра начинается с дуэли один на один. Герой, к слову, имеет три вида оружия. Рапира, длинный меч и абордажный палаш. Дуэли будут происходить в трех случаях. В случае абордажа вражеского корабля, в случае атаки вашими людьми вражеского города и в случае бунта на вашем корабле. О наземной части игры много говорить не придется. Между тем, без посещения городов не обойтись. В них приобретаются и продаются товары, карты сокровищ, набираются новые члены экипажа и дезертируют старые. Берутся новости и слухи, делится добыча, а также точатся лясы с губернаторами. Вообще, города можно грабить и просто терроризировать, но нация, которой он принадлежит, больше не будет пускать вас в свои города, особо в тяжелых случаях назначить за вашу голову солидную награду. Некоторые города можно достичь, только пройдя некоторые расстояния по суше. Самое интересное, конечно же, ждет вас в море. Вам дадут знать, если на горизонте появится какой-либо корабль. Можно угнать это корыто, поживиться добычей, набрать экипаж из персонала побежденного корабля и или взять капитана в качестве заложника, или просто проплыть мимо. Игра наполнена случайностью событий. То, что может здорово облегчить жизнь новичку, скажем, случайно нахождение 100 тысяч золотых монет, зарытых кем-то на видном месте практически в начале игры, или усложнить ее ветерану. Субтитры создавал DimaTorzok